Так, попила кофе, теперь я тут опять стираю, у меня сейчас режим полоскания, просто я как бы включаю воду, говорю, так, теперь режим полоскания, включаем, ну типа воду набираешь и полощешь. Короче, зубы тут заходят в зубы, потому что я пила таблетки эти, Декасан, они розетта, раздражают зубы, зубную эмаль, да еще же мне там чистили от зубного каменя, короче, когда лечили, то врач говорит, я вам тут внизу почищу зубной камень, говорит, потому что надо так. Так, ну короче, такие это дела. Видите, у меня тут целые наборы. Коньяк уже месяц стоит, очки, огни эти, снова года еще, сигареты, две зажигалки, ну я не курю, но они у меня тут лежат. Кстати, надо, если бросать курить, то вот так вот бросить, чтобы они у тебя лежали, ты их не прятала, но ты не курила, тогда это нормально. Тут, короче, всякие бутылочки. Надо мультиварку продать. Тут она огромная, и в ней только три режима. Не варю я уже в ней. Надо хоть за 200 гривен. Никому не надо. За 200 гривен. Такой космический корабль. Три режима, каша, суп и что еще. И надо постоянно отключать, нельзя оставлять включенной. А чайник, видите, стоит, но он уже такой старенький. Вы же гавкаете, что нельзя пользоваться старым. Пяти-семилетним. Так я теперь кипячу мысочки. Хотя он полностью рабочий. Можно, в принципе, пользоваться. Это такое что-то. Нашло. Вот так вот. Фу, так кофе напилась. Аж ух. Выпила таблетку. Этой. 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 Биодобавку. Дорацион. Это немецкие, кстати. Ну, по крайней мере, написано. Бошенломб. Это фирма немецкая. И контактные линзы производит. И раствор для контактных линз. Ну, от них реально. И ногти растут. Ну, не сильно они, конечно. Я не люблю. Я это подпиливал. И волосы, и для кожи. Короче, рыбий жир. Омега-3. Ну, надо три месяца пить. Но они не дешевые. Три месяца пить. Утром и вечером по капсуле. Она легко пьется. И, короче, это... Ну, одна упаковка 60 штук. Короче, на три месяца надо три упаковки. По 60 штук, да? Одна упаковка что-то 350, около 400 гривен. То есть, грубо говоря, 400. Ну, оно меньше, конечно. 800, 1200 гривен надо на весь курс. Ну, они реально действуют. Они, во-первых, для мозга. Там не только рыбы жиры. Ну, они очень хорошо для работы мозга. Вот если у вас забывчивость. Потому что у меня начинается такое, что я забываю многое шоу. И потом, когда я пропью, мне хорошо так мозг работает. Я сама ощущаю это. То есть, память четкая. Зрение. На зрение вообще идеально. На волосы, на ногти. В общем, полностью на весь организм. Нервная система успокаивается. Ну, не знаю. Мне лично они нравятся. Мне когда-то в Киеве выписали врачи микрохирургии ОКО. Глаза. Центр микрохирургии глаза. Ну, самый там на Отрадном. Комарова-3, по-моему. И я их с того времени. Это, наверное, с 16 дней. С 13-го года я их, короче, стараюсь каждый год. Три месяца пропила. И так каждый год, каждый год, каждый год. Они поддерживают кожу лица. И мне кажется, что они даже для кожи лица хорошо. Ну, в общем, для всего. Мне нравится результат. Может, есть что-то еще круче? Так пишите. Будем рассматривать. Я где-то там выписала. Кто-то мне рекомендовал когда-то. Какие-то еще круче. Которые дороже. Но я пока их не спрашивала в аптеках. Говорили, что то вообще прям супер. Потому что для зрения, по зрению хорошо. Ну, то есть, становится все ярче. Очищается сетчатка от вот этих всяких вредных веществ. Становится все ярче, четче. Так прям ух. Вот так вот. Все. Кажется, у меня уже полоскание надо делать. Так. Все. Сейчас будем делать. Когда-то было время, для меня апельсин был. Это что-то сверхъестественное. Это было советское время. Ну, как, окончилось советское время. И люди откуда-то, помню, привезли апельсинов. Ну, в общем, соседи. Откуда-то достали апельсинов. Они у них лежали на кровати. Целая кровать. Ну, и подруга моя, одногодка, показывала мне эти апельсины. Их было очень много. И ни одного никогда не дала. Ну, я и не просила, в принципе. Мне стыдно было. И вот запомнилось этот. Она открывала. Кровать была большая. По-моему, с западной Украины. Им родственники как-то привезли. И открывала такую покрывало. И там лежали эти апельсины горой. Такие же. Такие красивые. Я так хотела этого апельсина украсть. Но я не могла. Но мысли у меня были только про те апельсины. Чтобы хоть бы одного. Пионерец. Короче. Так что было такое время, когда не было этих пепесинов. Именно вот такие были. Большие, красивые. Но никто не угостил. Но показывали. Ну, как дети любили хвастаться. Зато я выдумывала всякие себе эти небылицы. Ну, типа, раз то, что хотелось, то выдумывала. Выдумала, что у меня много жвачек. В то время только стали появляться какие-то жвачки. Польские. Не знаю. И я говорю. А мне привез дядя из России много-много жвачек. Так покажи. Говорю. А, предокугости. Я говорю. Не могу. Мне мама не разрешает. В итоге не было тех жвачек. А потом стали их продавать. Стали продавать такие Том и Джерри и Турбо. От Турбо болели сильно челюсти. Потому что они плотные такие. Ну, когда их три-четыре жвачки одновременно запихиваешь, жуешь, то челюсти просто отпадали. А потом стали появляться куклы Барби. И я мама мне купила, помню. И я такая была счастливая вообще. Хотя, ну, подделка была. Но стали рассказывать, что есть какая-то кукла Барби американская, настоящая. У нее ручки, ножки гнутся. Ну, мне ж, конечно, никто никогда не купил, потому что ее и не было. И если бы она была, то бы она была дорогая. Но за апельсины я запомнила. Апельсины на кровати у соседей. Это как такая яркая воспоминание с детства. ну, я не могу сказать, что мы голодали там или шо, но период, конечно, развала союза немножко подголодали. так, чтобы уже совсем там умирали. Ну, всегда же была картошка с огорода. Да, пустой борщ варили, суп, но нормально, ничего. Можно выжить, в принципе, человеку в любых условиях. Я потом жила в Киеве сразу после школы. Так, я больше голодала в один период. Ну, как-то мозгов не хватало, что надо есть постоянно. Ну, и денег не хватало. Ну, нерационально может они тратились. Во-первых, их было очень мало притык. И нерационально тратились там. И было такое, что от голода голова кружилась. Ну, не ела, не ела. Оно как бы, когда не ешь, оно потом уже не хочется. Но тебе становится тяжело, как-то голова кружится. Тошнит. О, тошнит и укачивает в транспорте. А не есть-то можно. Ну, допустим, печеньку ты маленькую съел, ты уже наелся, когда ты уже желудок свой стянул до минимальных размеров. Но потом тебе плохо просто. Ну, тошнит, голова кружится. Так как молодой, то организм еще хороший, бодрый. Он может это выдержать. Сейчас бы, конечно, уже. после того, как я в Киеве сильно заболела, у меня почки простудились. Первый раз я сильно заболела, ну, тоже так голодала немножко, подголодывала, то у меня ухо простудилось и почки. А второй раз тоже сразу почки страдают. Когда неправильно питаешься и неправильно живешь, то почки сразу дают знать. У меня, по-крайней мере. И после того, как я второй раз переболела, я решила, что я буду всегда правильно есть. Я буду всегда готовить. Ну, в принципе, после того, как я переболела, меня кума к себе пригласила в Чернигол, ну, с Киева, потому что я вечно жаловалась. Ну, когда мы там созванивались в редкости, то я жаловала, что мне плохо, она пригласила к себе. Я жила около года с кумовьями, и она, ну, готовила, я ничего даже не готовила. Я сильно тогда начала это есть, так, ну, нормально. Я стала, стал болеть желудок. Ну, и даже, помню, лечила желудок, поднялась кислотность, потому что, ну, регулярно стала есть, и нашла работу такую спокойную, сидячую. У меня организм так среагировал. Так что, такие это дела, такие воспоминания про апельсины. Сейчас супчик подогрею, поел. Вчера варила с филе сома. Так, уже все, надо выключать. Вкусно, филе сома, короче, картошка, морковка, и чеснок сушеный и перец с цебулька. Все, одела курточку, которая высохла уже после стирки. Мне нравится, что она быстро сохнет. Все чисто. Чисто-да, чисто-да. Реклама такая. Я уже ее, конечно, ношу, ношу эту курточку, но она теплая. Когда-то я купила в Анапе. Шла, так замерзла. Мне такая курточка была прохудавшая, такая старая уже. Я, короче, выделила себе денег. Это когда жила с калмыком. Пошла себе, купила эту курточку. Она украинского производства и купила ее в России. Харьковская курточка вроде. И так мне тепло в ней стало. Так хорошо. Просто она у меня была спасением. Я еще долго искала по Анапе, потому что везде были шубы там дорогие. Таких теплых курточек я не могла найти. Ну, там-то тепло, что-то, период зимний там ветра холодные, ледяные. Я ее так купила и с таким удовольствием одела, мне так хорошо стало, как будто у нее капюшон такой все закрывающий, голову полностью, мех такой. Ну, это я немного раз схлакматился после стирки. Ну, такая стирка, типа, намочила в порошке рукава, вот это по краям постирала так мылом, а то все само откисло. Она же не так, что грязная, просто, что на нее цепляется там где-то, ну, быстро стирается, быстро сохнет, вообще отлично. И длина такая, что полностью закрывает все бока, все... Ну, в общем, я довольна, я ее таскаю, 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 и нарадоваться не могу. Хоть уже поднадоела, хочется какую-то розовую. Может быть, выделю когда-то через годик на новенькую. А эту, может, маме подгоню. Так, подгоню ей, чтобы она сама носила, никому не отдавала. Она, правда, меньше худей меня, но мне сейчас страшно, не выпадет. Потому что хочется, чтобы она дальше грела кого-то родного. Ладно, пошла я мусор выброшу. Еще что-то куплю, хлеба куплю. Может, что-то еще кефира. Посмотрим. Тут всегда тусовка голубей. Даже не знаю, что их привлекает. Кормят жирные все. такая вот кормушка. купила. Я купила салат айсберг. Полкилограмма. Аж 60 с лишним гривен. Это почти 3 бакса. Но я его так люблю, хотелось очень. Купила кефир 30 гривен. больше доллара. Но он вкусный. Реальный кефир. И хлеб заварный по-чернивски. В общем, все на 100 гривен. Это где-то около 5 долларов. Так меньше может. Короче, короче, отварила яйца картошки. Сейчас сделаю такой салат с этими листами с картошкой, с яйцами и с майонезом. Ах, вкусняшка какая! Ну вот, салат готов. Называется накорми любого поросенка. Накормишь ему любого поросенка. Осталось только последний штрих. Маноез. Я специально отложила себя в тарелку. Майонеза у меня немного. А в ту часть я могу еще и кефира добавлять. Короче, это будет с майонезом. А тут еще, видите, я поставила в холодильник. Это можно с кефиром. Ох, как вкусненько! Особенно вот эти листочки мне нравятся. Салатные. А вот так будет оно с кефиром. Я просто обожаю салаты, конечно. Это такая вкуснятина. Непередоема. непередоема. Ванну набираю. Сейчас буду мыться. Залезу. Ах, люблю ванную! Ванну! Чашечко кофе! Не, шучу, кофе не, уже ночь. На дворе не ори. Татуировку сделаю небесной красоты на ней большими буквами я напишу что ты ты отказала мне два раза не хочу сказала ты ах какая ведь зараза девушка мечты у меня вечерний песенный вернисаж фонарь подсвечу блин слепит глаза короче хотел рассказать что сегодня шла с центра города и там дети за школы шли и я услышала случайно короче мальчики где-то трое таких не знаю класс может 5 может младше и смотрели какое-то пошлое видео песни пошли под гитару ну короче что-то там с мотивами что-то там про этим короче так хихикали и такое тупое такая тупая песня я думаю ну шо сник вырасти мы тоже когда-то такое глупости всякие слушали может стишки там какие-то рассказывали ну просто идут ну короче может конечно и нормально из них вырастут люди а может алкоголики и всякие дурочки это просто так навела мысли еще видела женщину с сыном сыну так лет десять и он пошел так в обход машина мама ты куда пошел ты вообще как-то ну я не помню там и ты вообще типа пошла другой дорога и думал вот это мамаша своего сына приструнивает ломает ну то есть он пошел бы тут той дорога и ты бы пошла она ломает в нем мужика из него будет скорее всего слабовольный человек который будет свою жену тоже так унижать короче в общем друзья ку-ку хотела сказать хотела хотела сказать шоу короче про ту женщину которая своего сыночка шмыкала и вырастет с него такой задерганный парень который может ну если конечно у него свое не проснется своя сила воли уверенно что он нормальный а не какой-то там дебил потому что ну вообще мамаша поняли отдернула куда ты пошел они туда и пошел типа ну ну выбрал он туда и таки ты потепала за ним наоборот бы сделала бы его мужчиной да они сделал унизила его короче сделала дебилом короче я хотела сказать шоу шоу не штурляйте своих детей не растите с них дебилов особенно парней а то потом чё ж мы жалуемся что такие мальчики мужики такие потому что мамочки повыращивают сыночков так зашмыкают их задергают потом либо маньяки либо жлобы какие-то либо нищеброды ну нищеброды не имеется ввиду что без денег а в душе нищие ну кто конечно не знает отличие тот сейчас обидится но это отличие в том что есть люди с малым количеством денег но они себя ведут достойно они себя не чувствуют нищими и у них всегда обычно на все находится а есть люди даже с большими зарплатами но они жадные и они нищеброды просто у самвел опять что-то выпустил все прошло все прошло пройдет и это короче вы поняли не растите детей идиотами просто просто ладно нас советское время суровые советские мамы растили сурово мы так с кумой переговаривались и одинаково нашему наши мамы одинаково себя вели полностью одинаково это шо значит это значит что это советское воспитание суровое по их нему мнению справедливая а те которые хорошо относили к своим детям ну пускай не любили но ну наши мамы тоже нас любили но они как-то по-другому любили моем понимании любили значит все время поддерживать своего ребенка все время говорить но не не так что у вас это какой ты молодец там стакан воды принес ой какой ты прям золотой а достойно растить достойными людьми и поддерживать ну и помогать и наставлять направлять но это же надо чтобы был этот талант чтобы это делать просто те родители у которых которые своих детей ты молодец у тебя получится ну я больше чем уверена те дети счастливее они может и ничего не добились но они счастливые живут ну это мое мнение может конечно иначе может кто-то из вас вас родители так говорили ты у меня умница есть такие кто меня смотрит кому родители говорили ты у меня молодец у тебя все получится давай все хорошо не расстраивайся это все пустяки потому что я всех людей знаю и всех родителей да ты дебилка да у тебя руки жопы да ты ничего не можешь будешь это доживать свой век где-то в дурдоме ну типа в таком плане или ты там жирная куда ты одела патлы завяжи акчучундра через такую через такое ну очень сложно пробиваться но когда пробьешься то ты потом просто никого не слушаешь но если пробьешься я думаю что есть люди которые не пробиваются через эту призму родительскую угнетение ну то есть такие мои мысли я просто иду по городу я слышал какие-то фразы ну там разговора и цепляю за эти фразы и как бы влезаю ситуацию начинаю ее разбирать и так всегда делаю я всегда кстати делаю разбираю ситуацию когда мне кто-то что-то говорит я думаю а почему он так сказал а почему ну а шо это ну конечно если это что-то задевающее меня то у меня сразу вспыхивает что-то внутри огонь загорается и тогда я даже не могу ничего думать сразу мне надо что-то ну вот как я блокирую людей блокирую типа что-то написали мне сразу вспыхнула огонь такой прямо до самого мозга я все удалила все мне хорошо и забыла а если ситуация которая меня не обижает то я начинаю думать а почему он так сказал а что он имел ввиду а а шо а как и начинают это все копаться в этом и очень хорошо чувствую когда люди обманывают в фейсбуке прочитала там статью про эмпатов по моему теле люди которые чувствуют когда их обманывает и я вот чувствую что вроде человек хорошо к тебе добр вообще прям но ты чувствуешь он что-то в нем не то вот он неправду говорит он как-то в свои в него мысли ну в общем это интересная тема но это долгая тем видео и так будет долгим так что спасибо вам за лайки это я вылезла с ванной помыла голову потому что она уже жирнеет завтра будет совсем жирно два дня выдерживают волосы потому что свои уже натуральные растут но классно когда свои гораздо лучше чем у то перепаленные опереженные эти белые пучки соломы не сыпались у меня в польше так это вообще ему непостижимо все стала прощаться и перешла на волосы все нема жизни говорить не переговорить не переговорить говорила переговорила 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 короче пока до завтра спасибо за просмотр и за лайки и всем всего хорошего и мне в том числе и Продолжение следует...